Здравствуйте! Мы находимся в нашей любимой игре Клондайк на Фейсбуке. Меня попросили зайти в гости Рома на 69 уровне. 69 уровень, но торговец уже присутствует. Написано Рома 68. Ну, вы знаете, меня, честное слово, торговля его, ну, немножко удивляет. Он меняет. Ему нужна трава. Это Фейсбук. О чем? Какая трава? Зачем? Тут эта трава, я фактически ей не пользуюсь. И он предлагает тысячу червяков за 10 табуреток. Во-первых, табуретки тут меняются, есть коллекция. Во-вторых, их всегда можно сделать. Ну, а червяки, не знаю. Как-то я нахожу его обмен немножко странным. Что я могу сказать по общей картине? 68 уровень. И не забываем, что это не одноклассники, это Фейсбук. Это значит, что? Правильно. У нас здесь все совсем по-другому. Здесь можно накормить животных, не прибегая к траве. Трава для зайцев, ну, совсем не очень и надо, по большому счету. И зайцы-то у нас здесь вообще бессмысленные. Кормить их, не кормить, а зачем? Ну, коллекции дают там они. Ну, я не знаю, я вообще ими уже не занимаюсь. Хотя, может быть, еще маленький уровень, еще как-то по-другому. Но, чтобы я хотела ему сказать, у него странно поставлено все на плане производства. Да, у него уже начинает присутствовать, видите, заводики большие. Но, и частично строят. Да, я понимаю, что это не соты, это всего лишь шестидесятые. Но, изумруды в игре собираются на ура, просто на ура. Вот и сейчас, смотрите, у нас можно поменять опять две рулетки, в которых тоже можно, помимо того, что каждодневные бонусы, задания, тоже можно выигрывать изумруды. Рулеток я у него не наблюдаю. Пекарни, одна такая, одна мини, ну, честное слово, маловато будет. Я считаю, что первых четыре можно пройти смело и получить. Крольчатник здесь, ну, вообще не нужен. Ну, пропали эти кролики. Ну, зачем тратить на крольчатик в Фейсбуке день и свои изумруды? Вы можете купить этих кроликов по десять тысяч. За деньги, не за изумруды. Единственная дата, может быть, черных пригласить. Но до черных он явно не дорос еще. По уровню у него их просто нету. Жилище. С жилищем вообще все печально. Я не вижу ни одного нормального здания, ни кондоминиума, ни отеля номер три. Ладно, отель стоит дорого. Ну, на него бывают скидки. Но 30 изумрудов, 30 изумрудов купите и поставьте 40 человек, которые будут работать, реально работать. Это, представляете, какой у него здесь этот... Или запусти одно, или запусти другое. Работаем по очереди, называется. Предприятия построены. Построены, да, там еще строится. Но нанять фактически некого. Это то, что он там нанял, нанял здесь, допустим, в этой лачуге. Это надо все время заходить в игру и контролировать процесс. Ну, это неудобно. Просто неудобно. Это тоже пора менять. Пора менять на более достойное. Я считаю, что, в принципе, у нас можно найти в любой соцсети обменники, которые меняют на больших уровнях все, что хочешь. Я, например, начинала, когда играть, эти комплексы меняла на коллекции. Да, присобери чуть-чуть рогов и пойди поменяй у кого-нибудь. Есть очень многие, которые меняют, делают, допустим... Ну, так, к примеру, продают там по 300, а покупают по 200. И, знаете, имеют себе там навар рогов на продаже, получается, чего-нибудь такого. Просто как занимаются перепродажей. Такое тоже бывает. Это просто надо поискать. Производство, да, производство должно работать. И для этого надо хотя бы чего-нибудь по наему более или менее серьезное. Да, вот вместо этого можно было и купить это производство, по большому счету. Ну, ладно. Да, и докупляем еще ферму, докупляем еще птицеферму, потому что маловато будет. И вообще не представляю, как он бедный играет с одной пекарней. Одна пекарня, это же просто сойти с ума. Я не вижу больше пекарень, как говорится. Я просматривала территорию, дали сопилки камней. Да, все это... Может быть, у него произошел стремительный рост. Я не спорю. Потому что это фейсбук, тут очень быстро поднимается уровень. Потому что он просто не успел ничего это сделать. Но зато есть уже кожа, как говорится. Это тоже радует. Ну, одна пекарня и одна мини-пекарня. Вот сейчас элементарно у нас идут лабиринты. В лабиринте получить вторую мини-пекарню ничего не стоит. Рулеток я тоже как таковых... Видите, он играет не первый год, в принципе. Он, наверное, играет наплывами. То играю, то не играю. Но рулеток я тоже не вижу. Рулетки это хорошо. Пекарни это отлично. Наем по-другому это обязательно просто. Ну, вот... Вот такие вот у меня к нему советы. Это вообще... Это вот вообще... Это я не знаю, для чего они нужны. Вот сейчас. Хорошо. Вот нет, Рома, у тебя изумрудов купить себе суперкомплексы. У тебя стоят овощные комплексы, в которые, потратив одну энергию, ты получаешь восемь. Восемь. На выходе. Правильно? А зачем ты садишь по четыре? У тебя очень много энергии? Я бы не сказала. Было бы много энергии, ты бы эти кусты разобрал. И с энергией у тебя не все так хорошо. Так зачем тратить лишнюю энергию на посадку здесь, если это все прекрасно растет в овощном суперкомплексе? Я не понимаю. Ну, каждый играет как хочет. И на этом все. До новых встреч.